Ну что, друзья, с радостью хочу сообщить вам о том, что ваш любимый проект Дом по правилам стартует во втором сезоне. Будет обновлено абсолютно все и локации, где мы будем производить все свои задумки в реальность и дизайнеры и гости. И сегодня перед нами стоит абсолютно новая задача – дизайн-проект коммерческого помещения. Ведь раньше мы с вами делали только жилые дома и квартиры. Так что я надеюсь, что в сегодняшнем выпуске все будет по правилам. Дизайнеры проекта. Анна Бай свою карьеру начала в 2007 году сразу с руководящих должностей, начальником отдела архитектурно-проектного. И с 2009 года ушла в развитие собственного бизнеса. Активно участвовала в мировых конкурсах, один из которых – Пинвин. И в четырех из них занимала первые места. Анна Закалюжная. Архитектурное образование. Стаж работы дизайнером 15 лет. Считает своей особенностью подходить основательно и комплексно каждому проекту и заказчику. Дизайн через функциональную среду и комфортное пространство жизни. Создает дизайн для людей, а не наоборот. Я рада сообщить вам, что у нас начинается старт нового сезона, любимого проекта «Дом по правилам». И сегодня у нас в гостях два замечательных дизайнера. Как всегда, по всем локациям, в курсе всех событий у нас будет помощник, наша замечательная Инна. И у нас сегодня даже не один гость, а целых два. И проект у нас сегодня не дом мы будем делать и не квартиру, а частную стоматологию. Так что выпуск будет достаточно интересным. Я надеюсь, что вам понравится. Мы рады приветствовать вас в обновленном дизайн-центре. Мы находимся в одном здании с мебельной компанией. У нас достаточно удобная парковочная зона. Мы обязательно посетим мебельную компанию и выберем мебель. Посмотрим наши варианты, какие мы можем предложить дерево. И обязательно выберем керамогранит, который находится вот у нас. Ну да, мы уже в одном из шоурумов практически находимся. Я рада, во-первых, с вами познакомиться. Расскажите мне немножечко о тех стилях, в которых вы вообще привыкли работать. И о том задании, которое поступило буквально недавно в ваши творческие руки. В этот раз мы стали прорабатывать стоматологию. Да, но получилось самое интересное, то что мы запустили эксклюзивные материалы, которые можно использовать в частных интерьерах. Мы решили попробовать в общественных. И этим самым мы показываем, что любые общественные интерьеры в пределах бюджетных сумм мы можем красиво обустроить. И при этом они еще будут максимально уютными. Более чем, да. Нужно будет расслабиться и чувствовать себя как дома. На каком этапе вы уже находитесь? На этапе мы находимся уже, в принципе, на строительной части. Мы уже сделали перегородки, то есть план перепланировки. Мы подошли уже непосредственно к отделке. То есть нам нужно выбрать сейчас материал, который мы будем, наши стены, полы. То есть, как правило, мы будем использовать ноу-хау. Это широкоформатный керамогранит, бесшовный. То есть как будто бы эффект, мы заходим, и одно большое полотно мраморное, допустим, лежит. И, соответственно, мы уже сейчас нашим заказчикам предоставим компанию, которая сможет изготовить зону ресепции. И необходимую мебель мы подбираем сейчас в нашем салоне. Карина и Овик, да, наши сегодняшние заказчики. Ребята, ну расскажите про вашу миссию в этой жизни. Я так понимаю, что у вас большое событие, открытие вашего центра, да, стоматологии. Карина, поподробнее историю о том, как познакомились с дизайнерами. Для нас очень было важно найти хороших специалистов, дизайнеров, которые нам помогут найти, решить наши вот идеи, которые были задуманы. И мы очень довольны, все так идет, как мы хотели, в принципе. И это не наши первые дизайнеры у нас, они четвертые. А, то есть вот так, да? Вы на самом деле привередливые заказчики. Ну, мы не привередливые, просто не нашли. Мы просто хотим что-то другое, не как у всех. Те дизайнеры, которые были у нас, у них не было понимания, что мы не понимали друг друга. Они хорошие специалисты, мы ничего не можем сказать. Но они не делали стоматологию. Они не могли понять, что мы хотим, и у них не было опыта именно... Коммерческих помещений, да? Коммерческих помещений, да? Это сложно, чтобы учесть все эти нюансы, что должно быть, что нельзя, по нормам. И что в дизайне, что будет красиво. Поэтому в итоге мы нашли своих. И я очень рады к этому. Двух Ань сразу нашли, да? Да, да. Одна Аня, хорошо, две еще лучше, еще лучше. Конечно, Инна обо всем вам будет рассказывать. Совещайтесь с дизайнерами, выбирайте, капризничайте. Сегодня вы заказчики. Итог нашей программы – это сделать так, чтобы дом, и не только дом, но и стоматология была по правилам. Обратите внимание, какой у нас потрясающий новый керамогранит. Его высота 3 метра на полтора и толщина всего 6 миллиметров. В чем дает преимущество такая толщина? В том, что в интерьере вы можете его подсветить светодиодной лентой. Так как у вас по проекту именно такой формат, как ваше впечатление о таком? Мне кажется, это то, что мы искали. За счет вот этих вот текстур природных, это вот все вот то, что мы планировали в интерьере использовать. И особенно мне понравилось еще вот помимо вот этих холодных оттенков, у нас есть теплые оттенки. Да, вот прожилки, они в теплых оттенках, и у нас они позволяют в разных кабинетах подчеркнуть, как будто бы один и тот же материал, но при этом они сочетаются в цветовых тонах. То, что нам необходимо. Да, и максимально подходит под цвет. Да, здесь теплая прожилка идет. У нас следы такой уютные, да? Очень красивые. Пока мы здесь осматривались, я обратила внимание, что у нас есть один из материалов, который нам наиболее всего подходит. Это сатин. У него матовая поверхность, и в одном из кабинетов у нас как раз имеется вот этот вот легкий матовый оттенок, который помогает подчеркнуть индивидуальность в интерьере. Это матовый, да? Абсолютно, да. Очень красивый. Но при этом, заметьте, сохраняются вот эти натуральные прожилки, они вот, ощущение, как будто только что срезали из скалы вот этот кусок. Максимальная дверодность это положено. Современные технологии по работе с камнем значительно увеличили возможности интерьерных решений. Вот такое белое каменное панно часто используется в современных интерьерах. Тем самым добавляются элементы природы и уюта одновременно. У нас производство массива, шпона и изделий из МДФ. Что конкретно, какую вы задачу мне поставите по вашему проекту? По проекту у нас есть очень много деревянных элементов на входной зоне. У нас есть ресепшн, у нас есть очень интересный шкаф, который завуалирован деревянными панелями. Поэтому как это можно воплотить в реальности? Расскажите, что есть у вас, какие возможности. Мы можем предложить вам брус из дерева, ольха, ясень, сосна. Причем тонировку вы можете выбрать сами оттенок. У нас вот такой есть веер. Как раз по вашему проекту. Насколько я понимаю, что есть также производство, где мы можем сделать любые орнаменты или фрезу пропустимые на наших панелях. Конечно, мы даже сейчас это посмотрим. По-моему, это то, что мы искали. Первый вариант – это фанера. Березовая фрезеровка, выполненная на станке ЧПУ. Тонированная и покрытая лаком. Как вам этот вариант? Очень хороший. Мне кажется, идеально подойдет нам для дверей нашего шкафа кардеробного. И вот, кстати, мне очень нравятся вот эти ладоневые вставки из профиля. По-моему, то, что вы хотели. Да, очень красиво и очень богато, стильно смотрится. Это шпон Бенге, латонная вставка. Оттенок же в любую, да? Конечно, конечно. У нас очень большой выбор шпона. Сейчас, кстати, очень популярна вот эта пепельная жемчужная оттена, которая часто используется в интерьерах. У нас есть проект, мы не будем отходить. Но мы не будем отходить от проекта, поэтому наибольшей вероятностью у нас подходит вот этот оттенок. И он как раз создаст нам вот то, что вы хотите. Хочу предложить вам вот такой вариант, как он визуально. В подушке сиденья верхний слой – это пена с эффектом памяти, мемориформ, которая подстраивается под форму человека. Я бы хотела, чтобы вы попробовали и сказали свои ощущения. Ой, как мягко. Я хочу. Это кресло. И, насколько я понимаю, сразу восстанавливается, да? Но форму восстанавливается. Да, а мы можем это даже сейчас увидеть. Видите, подушечка наполняется. Как будто бы в нем, да? Да, да, да. Все, и первоначальная форма. Это замечательно. И не будет никаких заломов, как обычно бывает в кожаной бибели. Класс. Да, у нас как раз в проекте используются природные аксессуары. Есть у вас что-то подобное, чтобы были природные мотивы? Конечно. Такой аксессуар привнесет в ваше помещение частичку природной красоты. Материал – это полированная вручную латунь. Замечательно. Это из металла практически вечно. Да. Как вам, нравится? Очень эффектно смотрится. Покровенно он замечательно подойдет. Да, на стене, да? Да, да. Прямо можем на стене, причем немного с изгибом дать. Не обязательно в такой позиции. Это можно сделать и горизонтально. Ох уж эти дизайнеры, сколько с ними работаю все время, удивляюсь потоку этой творческой энергии. Но как можно в обычную стоматологию поставить вот такой кожаный диван или кожаное кресло с латуневыми ставками? Но по задумке наших героев и дизайнеров это будет смотреться даже как очень уместный элемент в интерьере. Представляете? Теперь осталось самое главное – подвести итоги нашего турнея по шоурумам, мебели, дерева, керамограниту и аксессуаров. И узнать, довольны ли дизайнеры, а самое главное – заказчики, ассортиментом и покупками. Я очень довольна, что мы сегодня нашли очень хорошие материалы в виде деревянных деталей. А потом я очень довольна, что мы нашли здесь мягкую мебель, да, и очень красивые материалы, высокостойкие. И, конечно же, это керамогранит. Керамогранит – это такая изюминка нашего проекта, потому что у нас не просто заказчики, а заказчики с хорошим вкусом, творческие люди, профессионалы в своем деле. Поэтому хочется, чтобы интерьеры и клиника отображала их суть, их настроение, их личность, чтобы люди понимали, к кому они приходят. Ну вот и подошел финал нашего сегодняшнего приключения, нашего такого интерьерного шоппинга. Рассказывайте. Я немножко подглядывала за вами, смотрела, что эмоций было очень много, и они были положительные. Это сразу радует, кидается в глаза. Рассказывайте, что было. Как вам наш салон? Что вам понравилось? Какие ваши первые впечатления? На самом деле здесь так много всего красивого, что вообще глаза разбегаются туда-сюда. Ну, мы выбрали все, в принципе. Вы бы рассказали, да? Да, нам все очень понравилось, в принципе. Я вообще не ожидал, что за один день, за такой промежуток, можно все выбрать. Настолько мне понравилось, что я захотел аж спеть для вас. Давай. Каждому свое, ну а мне везет. Снова мы вдвоем, снова я влюблен. Ты крепче обними, вместе мы взлетим. Выше облаков, лето назовет. Ты сводишь меня с ума. Я вас поздравляю с тем, что проект у вас уже практически готов. Осталось только все привезти, все ввести в эксплуатацию, и будет всем самое настоящее счастье. Обязательно мы вас позовем на открытие. Спонсор программы – Дизайн Центр Вест.